Гонки на велосипедах среди зимы. В шестой спортивной школе прошли соревнования новогодняя фантазия. Только вместо шоссе здесь вот такие велостанки. На них ребята могут ехать ничуть не медленнее, чем по трассе. Сегодня порядка, наверное, 25-30 участников сегодня собралось. Это уже наш, так скажем, пятый выпуск этой новогодней фантазии. Все маленькие едут как бы дистанцию 10 минут. То есть считается количество километров, пройденных за 10 минут старше, едут такую же гонку в 20 минут. Гонка проходит на шоссейных велосипедах. Расстояние, которое приезжают участники, определяют по велокомпьютерам. На велосипедах установлены специальные датчики с высокой точностью считывающие, сколько километров проехал спортсмен. Сначала старт дают юниорам. Среди самых маленьких спортсменов самый большой азарт. Ребята выкладываются как в настоящей гонке по трассе и стремятся обогнать соперников. Кто-то в новогодней фантазии участвует каждый год, а некоторые пробуют себя на этих состязаниях впервые. Например, Вита Ромашкина просто решила испытать что-то новое. Признается, хоть и готовилась, ехать на станке все равно было немного непривычно. На станке ездить немного сложнее, потому что нужно более увереннее держать равновесие, чтобы не съехать со станка. Когда едешь на обычном велосипеде, там все куда проще. Если теряешь равновесие, поворачиваешь руль велосипеда и его выравниваешь. Здесь так не получится. Самая горячая и бешеная гонка в элитной группе. Здесь опытные спортсмены и победители всероссийских первенств. На последних минутах велосипедисты стараются максимально разогнаться. Средняя скорость профи может достигать 60, а то и 70 километров в час. И чтобы сохранить силу на протяжении 20 минут, у спортсменов есть свои хитрости. Самое главное не загнаться в начале дистанции, то есть не превысить свои возможности, а нормально разложиться, чтобы в конце, если ты можешь добавить, значит ты хорошо проехал. Если ты под конец умер, значит плохо. Впрочем, спортсмены пришли не столько за победой, сколько за общением и эмоциями. Разогнаться на велосипеде, узнать свои пределы и возможности, а также почувствовать захватывающую скорость и нокаут гонки. Как бы компании крутили на санках. Как бы я уехал в Москву, меня позвали в училище Олимпийского резерва. И вот я выбился специально оттуда на эту гонку, чтобы со всеми встретиться. В категории юношей первые места заняли Иван Лапшин, Дмитрий Иванов и Витя Ромашкина. В старшей группе чемпионом стал Андрей Борисов. За 20 минут он преодолел более 22 километров. Победителей наградили почетными грамотами и сладкими подарками. Впрочем, без конфет не ушел ни один участник. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иванова. Продолжение следует...